Олимпийский огонь обошел уже 90 городов России. Вчера он был в Оренбурге. Там факел несли 202 факелоносца. Среди них были, например, однокурсник Юрия Гагарина и житель блокадного Ленинграда. Завтра огонь прибудет в Сызрань, город Самарской области. Киров в списке эстафетных городов 102 по счету. К нам в город огонь прибудет 5 января. Среди 160 факелоносцев, которые понесут его по улицам города, Светлана Клепикова, мастер спорта по жиму штанги лежа. В гостях у спортсменки побывала Анна Мамаева. Рекорд был поставлен в Сочи в 2011 году. Я пожала 70,5 при весе 51 килограмм. Этот мировой рекорд Светланы Клепиковой в жиме лежа до сих пор никем не побит. Тем временем сама спортсменка на этом достижении не остановилась. Ее личный рекорд – 100 килограммов. Взять этот вес у нее получилось только с третьей попытки. И уже на чемпионате мира в Португалии, а не на тренировке в зале. Светлана Клепикова жмет штангу 10 лет. Сейчас она уже носит звание мастера спорта международного класса. Кроме этого в копилке спортсменки множество наград. Она выступала в Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Сочи. Но самая главная победа была еще год назад в Риге. Штангу спортсменка жала через боль и усталость. Только чтобы обойти свою конкурентку из Латвии. Она меня была больше по весовой категории. А, пожалуй, мы там почти одинаково. Мы, кажется, с ней бодались. Это получается, среди всех девушек, всех весовых категориях я оказался самой сильной. Среди всех стран. Помимо спорта в жизни Светланы есть еще одна страсть – животные. Ты иди лови. Не ящи, я кормить-то буду. Иди там, вон там лови. Красноухи и черепахи временно остались без аквариума. Пока обитают в ванной в мамином доме. А свой домашний зоопарк спортсменка называет фермой. У нее есть пять собак, четыре кошки и аквариум с экзотическими животными. Любимая экзотика, которая откроется без ума. Это моя улитка, это моя паучиха и это мои тараканы вадагаскарские. Честно, самые лучшие животные. Самые лучшие. Кормить раз в неделю. Никого не просят, не кричат, не пахостят, сидят там в своем аквариуме. Пока до начала нового спортивного сезона у спортсменки есть время спокойно заняться домашними делами и побыть с семьей. А еще посмотреть Олимпиаду в Сочи. Конечно, я бы хотела, чтобы каждый день Олимпийский заканчивался все-таки гимном Российской Федерации. А всех остальных очень бы хотелось, чтобы поддерживали наших. И даже, пускай на большом расстоянии, потому что без поддержки победы очень сложные. Я по себе это знаю как спортсмен. Кстати, хоть ее вид спорта – жим лежа и не включен в Олимпийскую программу, Светлана все же сможет поучаствовать во всемирных играх. Штангу на один день спортсменка поменяет на Олимпийский факел, когда побежит свой этап на эстафете Олимпийского огня в Кирове. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.